Всем привет! В эфире Универа Ньюз, а в студии Элина Земскова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ посетил выборы президента Республики Татарстан. 10 сентября прошла прямая связь, посвященная особенностям приивочной кампании этого года. Престижный мировой рейтинг QS Stars опубликовал свои результаты. В системе аудита участвовал 1001 университет, из них 25 российских. Казанский федеральный университет набрал 916 баллов из 1000 возможных и получил оценку 5 с плюсом звезд. Став первым российским вузом, получившим наивысшую оценку аудита. Существует 8 направлений. И вот 5 звезд плюс – это лучшее значение в настоящее время по Российской Федерации. Это означает, что по каждому из ключевых 8 компонентов рейтинга QS, имеется в виду QS Stars, наш университет получил это пятерку. К другим новостям. 13 сентября в Республике Татарстан объявлен днем единого голосования выбора президента республики. Однако в этом году из-за пандемии было принято решение растянуть голосование на три дня. Исполнить свой гражданский долг заранее решил и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Смотрим. Выборы. Выборы. В это воскресенье, 13 сентября, пройдут выборы президента Республики Татарстан. Однако в этом году из-за сложной ситуации с коронавирусом правила голосования немного изменились. Вернее, будет сказать, изменились дни, когда можно будет прийти и отдать свой голос. Чтобы не допустить огромного скопления людей в одном месте, было принято решение растянуть дни голосования на три дня. С 11 по 13 сентября. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров также исполнил свой гражданский долг. 11 сентября он прибыл на избирательный участок по своему месту жительства, бросив бюллетень в урну за кандидата, которого посчитал нужным. Самый первый день я пришел и отдал свой голос за тех кандидатов, кого считаю более достойными представителями нашего народа в тех или иных уровнях власти. Избирательный участок номер 57, на который приехал ректор КФУ, находится в Казанской кадетской школе. При входе обязательное наличие масок и перчаток, а также замер температуры. В самом зале для голосования также соблюдаются меры предосторожности. Маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. К слову, ректор Ильшат Гафуров призвал всех сотрудников и студентов в вузу сходить и отдать свой голос. Неважно, за какого кандидата, подчеркнув, что это решение повлияет как на жизнь республики, так и на судьбу каждого ее жителя. Как бы вы ни относились к выборному процессу, хочу сказать, что надо всегда приходить и отдавать свой голос. И помнить, что неотданный голос ваш – это нереализованные ваши амбиции. 10 сентября прошел прямой эфир, посвященный особенностям прививочной кампании этого года. В эфире поговорили о мифах вокруг прививок и о сочетании коронавирусной инфекции с сезонными заболеваниями. Более подробно об этом вы узнаете в нашем следующем сюжете. 10 сентября на телеканале Универ ТВ прошла прямая связь с Сергеем Осиповым, главным врачом университетской клиники Казанского федерального университета. В студии обсудили ход прививочной кампании этого года, а также какие особенности нововведения появились. Особенность – это охват населения. В этом году поставлена задача правительством Российской Федерации, Минздравом Российской Федерации, охватить прививочной кампании не менее 60% населения. Обсудили также и один из волнующих вопросов этого года. Влияет ли прививка от гриппа на общий иммунитет и поможет ли защититься от COVID-19? Прививка против гриппа, она стимулирует в том числе и гуморальный иммунитет, который работает против грамма отрицательных бактерий. А грамма отрицательных бактерий – это те бактерии, которые вызывают самые тяжелые, так называемые, атипичные пневмонии, которые приводят к летальному сходу. Те пациенты, которые прививались в прошлом против гриппа, они легче переносят COVID, так как у них включается изначально механизм элиминации любого вируса, попавший на слизистые оболочки. Как рассказал Сергей Осипов, еще в 90-х годах прививки создавались из оплегченных вирусов гриппа. Многие люди до сих пор верят, что прививки создаются именно так. Сергей Осипов развеял этот миф. В Россию пришли так называемые субъединичные вакцины. А чем отличаются эти вакцины от инактивированных? Там нет в принципе никакого генома вируса гриппа. Точно так же, как и любого другого агента, против которого ведется прививка. Прививочная кампания в этом году проводится с 30 августа по 20 ноября. Рекомендуется поставить прививку в августе-сентябре, так как в это время вирусы еще не столь активны и организм успеет прийти в норму после прививки. Мы сейчас выезжаем и по институтам тоже. То есть мы стараемся максимально сделать комфортные условия для работников университета, для того, чтобы они смогли пройти вакцинацию. Также прививаются студенты, им предлагается привиться при заселении в общежитие. Полную версию прямой связи можно посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ. Не забывайте в осенне-зимний период одеваться по погоде, принимать витаминизированную пищу и, конечно, носить маски. Берегите себя и свое здоровье. С 2013 года в России ежегодно проводятся чемпионаты «Молодые профессионалы» среди юных специалистов, обучающихся в системе профессионального образования. Второй год подряд казанские лицеисты становятся финалистами конкурса. С 6 по 21 сентября проходит финал 8 национального чемпионата «Молодые профессионалы 2020», который проводят по стандартам WorldSkills. Соревнования этого года станут самыми масштабными не только в России, но и во всем мире. Главная особенность конкурса – формат его проведения. В этом году чемпионат проводится в онлайн-формате, то есть нет определенного места или города, где он проводится. И участники вынуждены при наличии большого количества камер показывать себя. Это тоже, наверное, психологически сложнее. Участниками могут стать студенты и школьники в возрасте от 16 до 22 лет. Количество соревнующихся в этом году достигнет 2800 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом. Учащиеся лицея имени Лобачевского и IT-лицея Казанского федерального университета поборются за звание лучших. Подготовка в этом году проходила немножко своеобразно с учетом внешних обстоятельств, к которым мы вынуждены были уйти на дистант. Поэтому подготовка ребят велась и сначала в очном формате, а потом уже в дистанционном. И хочу заметить, что для того, чтобы подготовить обучающихся, ведется не только теленаправленная работа в подготовке, именно конкретно к соревнованию, она значительно шире. Учащийся лицея КФУ проявит себя в таких направлениях, как предпринимательство, фотографии, инженерии космических систем, видеопроизводство и другие. Конкурс будет проходить на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Эксперты будут следить за ходом соревнований и оценивать участников в режиме онлайн. Всем желающим предоставлена возможность наблюдения за ходом соревнований из любой точки мира. Альмир Зиадинова, Алия Гарипова, Универньюз. Сковородка — это место, пропитанное духом студенчества. Символично творить важные для общества и республики перемены именно там. Именно там тебе напомнят о возможностях молодежи в Татарстане и помогут выбрать вектор развития на акции роуд-тура «Время молодых». Подробнее об этом в следующем сюжете. 11 сентября в сквере около сковородки Казанского федерального университета прошла сковородка перемен. Завершающая акция роуд-тура «Время молодых». Сюда сегодня мы приглашали первокурсников, которые только вступают в студенчество. 4 августа они стартовали и проехали 45 муниципальных образований с автобусом «Время молодых». На протяжении месяца я смотрю за молодежным роуд-туром в соцсети Инстаграм и видела, как ребята передвигаются в разных районах нашей республики Татарстана. Вообще, когда я увидела, что сегодня у меня рядом с университетом будет это событие, я решила, что я точно должна его посетить. Приезжая в каждый район или город, организаторы рассказывали о возможностях, которые сегодня есть у молодежи. Какие возможности они должны не проспать, где они могут учиться, где они могут участвовать творчески, где они могут развиваться в науке. Все эти возможности есть в Татарстане для молодежи, есть в России для молодежи. И главное знать о них и ими пользоваться. Тебе напомнят о возможностях для молодежи в Татарстане и помогут выбрать вектор развития. Ты также сможешь поучаствовать в творческих конкурсах, интеллектуальном квизе и пообщаться с командой масштабного тура. Становись частью сковородки перемен, возможностей, смыслов, взглядов, творчества и открытий. Кирилл Мукаев, Федор Пасынков, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok